Время свободы Убитых и раненых на войне в Украине с обеих сторон превысило миллион человек. Украина призывает Международный Красный Крест принять участие в мониторинге гуманитарной ситуации в занятых ВСУ районах Курской области России. Суд в Москве ужесточил приговор принявшему участие в уличном опросе Радио Свобода к москвичу Юрию Каховцу, заменив ему пять лет принудительных работ на пять лет реального срока. Также сегодня. Это был ценный агент, который выполнял агентурное задание изначально и просто возвратился вместо своей, так сказать, дислокации, как Штирлис, условно говоря, или как какой-нибудь луговой после убийства Литвиненко. Как бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач стал членом Совета Федерации России. Общие потери военных России и Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году могли превысить миллион человек. Эту оценку приводит американская газета The Wall Street Journal. Издание исходит из неофициальных подсчетов, в том числе западных разведок. Число убитых украинских военных газета оценила в 80 тысяч, российских приблизительно в 200 тысяч. Ранено около 400 тысяч человек в украинской армии и также приблизительно 400 тысяч в российской, пишет Wall Street Journal. Россия и Украина не раскрывают данные о потерях в этой войне. Поименные списки погибших ведут, основываясь на открытых данных, сразу несколько команд исследователей и волонтеров. В одном из таких списков, которым занимаются журналисты русской службы BBC, медиазоны и волонтеры, больше 69 тысяч российских солдат и офицеров. Погибших украинских военных подсчитывает анонимный проект UA Losses. В их реестре 55 812 человек. На этом фоне президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности вооруженных сил России. Согласно указу, она устанавливается на уровне 2 389 130 единиц, в том числе ровно полтора миллиона военнослужащих. Штатная численность военных таким образом вырастет на 180 тысяч человек. При этом гражданский штат вооруженных сил России остается прежним. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил указ Путина внешними угрозами для России. Это вызвано количество угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер. Это был Дмитрий Песков. Он также назвал провокационным заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который официально обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в районах Курской области, которые сейчас находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. С аналогичной просьбой МИД Украины обратился к Международному комитету Красного Креста. Украинский МИД также предложил этой организации осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права на занятых в СУ российских территориях. Как отмечает глава украинской хельсинской группы Александр Павличенко, международные организации практически не принимают участие в эвакуации мирных жителей из зоны боев в Курской области. Вот что он рассказывает о том, что украинские власти предпринимают для спасения жителей Судженского района, который сейчас контролирует ВСУ. По приблизительным подсчетам, до начала масштабной операции в Курской области на территории Судженского района находилось около 25 тысяч российских граждан. На сегодняшний день эта цифра составляет около 6 тысяч. Разные есть данные, но вот те, кто находится и может быть эвакуирован, приблизительно такое число. Причем в основном это категория населения, которая требует так называемой медицинской эвакуации, то есть сопровождение врачей. Это и престарелые, это и те, кто не могут самостоятельно передвигаться. И, собственно говоря, в этом их уязвимый характер проявляется. И миссия по эвакуации должна быть соблюдена с учетом всех правил не только международного гуманитарного права требуемого, но и прав человека, поскольку речь идет о том, что большая часть из этой группы населения требует дополнительного медицинского сопровождения. И, собственно говоря, речь идет не об обычной эвакуации, а чаще всего, в большом количестве случаев, о медицинской эвакуации. Она может осуществляться как непосредственно на территорию, которая подконтрольна Российской Федерацией, так и через территорию Украины и использованием территории третьих стран. Это уже могут быть проговорены коридоры эвакуации, но для этого тоже нужно садиться и вести переговоры, договариваться, каким образом. Хотя Украина, как было заявлено, предоставляет гуманитарные коридоры Украину, то, что она может обеспечивать, и то, что находится в ее зоне ответственности и юрисдикции. Первое предложение было, собственно, сообщить о намерении выехать в Украину. Для этого была открыта горячая линия, для этого было объявление, которое сделала тогда еще вице-премьер и министр. Минрай, министерство реинтеграции Ирина Верещук. И это был как бы предложенный вариант для эвакуации еще тогда, казалось бы, достаточно мирного населенного района. То есть это где велись условно боевые действия, но они уже прошли и шли дальше. Сейчас стоит вопрос о том, что эти территории являются более активной зоной боевых действий, и угроза непосредственной жизни и здоровью населения, которое там остается, существенно возрастает. И поэтому, скажем, тот момент ожидания, ожидания, который они старались сохранить, он уже сейчас подходит к критической точке. И с тем, чтобы не пришлось производить эвакуацию уже из зоны ведения непосредственных боевых действий с риском для жизни и эвакуатора в том числе, предлагается осуществить вот эту эвакуацию пока еще в достаточно мирных условиях. Были предложены коридоры эвакуации в Украину, и якобы составлялись какие-то списки с тем, чтобы предложить им выезд, тем, кто согласится или заявит о каком-то желании эвакуироваться. У нас есть непосредственная информация какая-то с этих мест о том, что часть населения собирается уходить, если будут отступать украинские войска и уходить с этих территорий, они хотят уйти вместе с этими войсками. Как это будет происходить, это пока еще не очевидно. Процедура эвакуации у нас отработана в достаточно, таком, скажем, хорошем варианте, и работают группы эвакуаторов, которые предлагают свою помощь, и в том числе, как я уже говорил, для эвакуации населения, которое требует дополнительного медицинского сопровождения. Есть эвакуационный транспорт, есть эвакуационные команды, которые, опять-таки, осуществляют добровольную эвакуацию. Напомним, что достаточно большое количество, если мы говорим 26 тысяч заявленных до начала военной операции в Курской области, и сейчас 6 тысяч, то есть 80% практически выехали с этих территорий. Это наиболее мобильная группа и часть населения остались наименее мобильные, те, у которых часто нет автомобилей, те, которые привязаны к месту в связи с тем, что они должны осуществлять уход там или за престарелыми, или за теми, кто находится в лежачем состоянии, родственники. И другие причины, это и домашние животные, которые требуют ухода, до которых они не могут оставить и выехать. То есть есть масса причин, из-за которых остаются на этих территориях. И, опять-таки, эти причины, они отяжеляют, скажем так, выезд населения с этих территорий, когда непосредственно линия фронта будет передвигаться к этим населенным пунктам и возрастать угроза безопасности жизни и здоровью тем, кто находится из числа мирного населения в этих населенных пунктах. И поэтому простой вариант – это обращение в военную комендатуру к тем, кто осуществляет де-факто контроль за этими территориями с предложением выехать в безопасное место. И предложенный вариант уже будет осуществляться по месту, потому что эти коридоры, они позволяют, во-первых, объявленные коридоры должны позволять передвигаться по территории, которая будет определена, и она будет, скажем, направлением в украинскую сторону. Но это точно как одно из вариантов предложений. Ведутся переговоры о том, чтобы такие коридоры были в российскую сторону, но пока они не достигли успеха. Мы знаем, несколько раз уже происходили эти переговоры и обращение к российской стороне обеспечить функционирование таких коридоров для вывезения мирного населения, которое продолжает оставаться на этих территориях, но соглашение не было достигнуто, и поэтому пока ситуация остается такой-то поесть. К сожалению, МКЧХ ни разу не выступал организатором таких процессов и на территории Украины, мы знаем, было очень много таких ситуаций и эвакуаций из-под Киевской области. Это была и Буча, и Ирпень, и Гастомель, и захваченные территории Дымирского района, это и Мариуполь, и Запорожская область, и Бердянск, где практически никакой роли МКЧХ не играл. Были достигнуты определенные договоренности между сторонами, которые могли каким-то образом организовывать вот эти выезды, разрешались в первые дни широкомасштабного вторжения, россияне еще не могли контролировать всю ситуацию, и поэтому часть населения смогла выбраться на своих автомобилях или на эвакуационных автобусах. Впоследствии и этот вариант эвакуации был прекращен, закрыт Россией в одностороннем порядке, но это были двусторонние договоренности, к сожалению, без участия международных организаций. Это был глава украинской и хельсинской группы Александр Павличенко, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А украинские волонтеры уже больше двух с половиной лет занимаются вывозом украинских граждан из зоны боев. Прежде всего, в Донбассе одна из самых горячих точек сейчас – это Покровский район, где волонтеры часто работают под непрерывными обстрелами, убеждая местных жителей, что не уехав, они рискуют погибнуть. Иногда волонтерам даже приходится лицом к лицу сталкиваться с российскими военными. Об одном таком случае в репортаже фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» «Алексея, продай воды». В тот день харьковские волонтеры Александр и Даниил эвакуировали жителей города Украинск, что на юге от Покровска, и неожиданно встретились с военным российской армией. Люди начали собираться, мы начали грузить вещи в машину, я был в машине, Даня был в это время снаружи, и он подходит, говорит, там военный. Я подумал вначале, что может быть наш. Я своим глазам сам не поверил, что на нас идет русский солдат в русской форме. Было страшно. Мы же не знаем, что в голове у вражеских солдат, они так же на нервах находятся, так же находятся на чужой земле, они это осознают. У него могла рука дрогнуть, и все бы там полегли. За плечами волонтеров из организации «Роза на руке» уже большой опыт эвакуации мирных жителей из городов на линии фронта. Все свои опасные поездки фиксируют на видео. На Покровском направлении, где ситуация сейчас меняется каждый день, Александр и Даниил работают больше месяца. Часто приходится вывозить людей прямо во время обстрелов. Видели и пережили многое, но повстречать российского солдата с автоматом посреди улицы – такого с ними еще не было. За два дня до этого мы свободно передвигались по городу. Да, были массовые обстрелы, постоянно артиллерия падала, но мы не замечали там вражеских солдат. Мы думали, за два дня толком ничего не может измениться, но, как показала практика, два дня – это очень большой временной отрезок, за который может кардинально все поменяться. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из подвала не появилась местная жительница с вещами, за которой и приехали волонтеры. Вот гражданские, смотри. Вот гражданские мы вывозим. Людей быстро грузимся. Да, да, поехали. Больше не будет. Поехали. Быстрее поехали. Повезло, что в этот момент вышла женщина, и она, может, его как-то с толку сбила. Он увидел, что действительно гражданская вышла, что ему как бы опасности ничего не представляет, и он сказал – быстро грузимся, уезжаем. Смотри, что погоню не открыл. Пригнитесь все. Все лягте. Лягте. Волонтеров удивил внешний вид российского бойца. Ни каски, ни бронежилета, ни опознавательных знаков. Лишь оружие в руках. Уверены, в тот момент на той улице он был не один. Подумали, что раз он был без брони, без каски, это значит то, что они уже себя там спокойно чувствуют. Раз он таким образом может по городу передвигаться. Даже выйти на наш микроавтобус. Он под прикрытием 100%, значит город уже, к сожалению, под их контролем. Видео встречи с российским солдатом разлетелось по многим пабликам, в том числе и российским. За несколько суток оно набрало миллионы просмотров. Сами волонтеры понимают, что такая слава в интернете могла обойтись им очень дорого. Удивило то, что он действительно нас отпустил, потому что, ну, очень плохой опыт встреч с российскими военными. Я знаю волонтеров, которые в Мариуполе попадали в плен, я знаю волонтеров, которые пропали без вести в Волчанске. И все эти истории, ну, с печальным или полупечальным концом. Наверное, надо порадоваться тому, что нам повезло, и именно этот российский военный проявил благоразумие. И, в принципе, соблюдал правила войны, не стал трогать гражданское население. За это уважение. Несмотря на войну, несмотря на все ужасы, в любом случае надо оставаться человеком. Это был репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продайводы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Губернатор Староханской области Игорь Бабушкин назначил сенатором от региона бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Деркач 25 лет был членом украинского парламента, однако в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства Украины, а Верховная Рада – депутатского мандата. В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Деркач подозревается в работе на российскую военную разведку. В 2020 году против него были введены американские санкции. Утверждалось, что этот политик больше 10 лет был агентом российских спецслужб и даже пытался вмешаться в выборы президента США. В Америке ему предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Андрей Деркач после начала полномасштабного российского вторжения в Украину уехал в Россию. В Украине он обвинен в государственной измене и в незаконном обогащении. Назначение бывшего украинского нардепа российским сенатором я обсуждаю с украинским политическим аналитиком Виталием Портниковым. Насколько Деркач был заметной фигурой в политике Украины все эти годы? Андрей Деркач, у меня всякого сомнения, одна из самых заметных фигур украинской политики за последние, я бы даже сказал, не годы, а десятилетия. Но что меня всегда поражало? Все прекрасно знали и о его чекистском образовании, и о его тесных связях в Москве, и о том, что его политическая ориентация очень часто соответствовала именно российскому политическому курсу. Вспомним хотя бы объединение за Украину, Россию и Беларусью в Верховной Раде Украины. Но все стыдливо отводили глаза и пытались доказать, что это на самом деле такая политическая позиция. Что просто у Деркача такие взгляды, потому что такие взгляды у многих его избирателей, как известно в украинских условиях, придерживающихся пророссийских позиций на протяжении многих десятилетий. А на самом деле это была классическая агентурная работа, причем работа мастерская. Я бы хотел напомнить, что во время оранжевой революции 2004 года Деркач владелец медиаресурсов, которые обеспечивают реальный рассказ о Майдане в микроинформационном пространстве. Но это и телевидение, где он имел несколько часов на государственном телеканале. И это телевидение было единственным окном в мир первого Майдана. И радиоэра, которая считалась одними из самых демократических медиаресурсов в Украине. То есть фактически Деркач с помощью вот такого вот кульбита обеспечивал себе репутацию в украинском политике, что он может придерживаться одних взглядов, а может и других взглядов придерживаться в зависимости от того, какая у него позиция на данный момент и какая позиция у его избирателей на данный момент. И так тоже создавался миф о самостоятельном мыслящем политике. Так что когда Деркач перешел из демократических кругов в откровенно пророссийские, никто не удивлялся, многие совершали такие кульбиты, никто не считал это проявлением присутствия его в российской агентуре. И многие считали, что это такое правило украинской политической жизни, ведь изменяются взгляды. Искренне считали или все-таки было много тех, кто понимал, что он собой реально представляет? Я думаю, что те, кто понимал, что он реально представляет, они просто так стыдливо отводили глаза. Опять-таки, потому что Россия на протяжении всех этих десятилетий оставалась, по крайней мере до 2014 года, оставалась для украинской политической предпринимательской элиты маяком. А многие и после 2014 года считали, чтобы восстановить бизнес в России, это дело чести, потому что иначе ты теряешь прибыль, Ты теряешь возможности, ты теряешь перспективу, и в этом смысле Деркачева, пророссийскими связями, опять-таки, был удобен и нужен этим людям, вплоть до того, что они воспользовались той кампанией, которую он лично проводил против президентов Джозефа Бабина и Петра Порошенко, потому что считали, что эта кампания соответствует интересам новой власти, появившейся в Киеве в 2019 году власти Владимира Зеленского, на некоторые материалы из так называемого расследования Деркача, из тех пленок, которые появились в его расположении, ссылался сам президент Владимир Зеленский. И тоже можно было бы задать вопрос, а Зеленский имел от службы безопасности Украины информацию о подлинном образе Деркача? Возможно, уже имел, но, тем не менее, считал, что это преувеличенная информация, или что Деркач в качестве человека, связанного с российскими спецслужбами в Киеве, контролируемый Киевом, удобнее, чем Деркач вне Киева, но время все расставляет на свои места. Ну, так или иначе, Деркач оказался вне Киева, но все-таки тот факт, что он стал членом Совета Федерации России, он выделяет его очень сильно. Вот это назначение, на ваш взгляд, это признание его заслуг или пропагандистский ход, может быть, со стороны Кремля? Нет, это не пропагандистский ход, потому что это ни на кого особо не влияет. И это не признание заслуг. Это констатация факта, если хотите. Я просто думаю, что в отличие от многих других украинских беженцев, так называемых политических, всех этих Царевых, Азаровых, Януковичей и так далее, Андрей Зеркач никогда не воспринимался в российской политической элите как чужой. Условно говоря, он не считается человеком, который предал Украину ради того, чтобы сохранить себе положение в России. Это был ценный агент, который выполнял агентурное задание изначально и просто возвратился вместо своей, так сказать, дислокации, как Штирлиц, условно говоря, или как какой-нибудь Луговой после убийства Литвиненко. И получил, соответственно, тот же статус, который получают агенты, чья миссия по тем или иным причинам завершается или прерывается. Поэтому назначение Андрея Зеркача в Совет Федерации это именно отражение того, что он, ну он, кстати, вы помните, сын бывшего главы СБУ Украины в Ребелкучбе, Леонида Зеркача, достойно справился с тем заданием по дестабилизации Украины, которое было на него возложено в период последних десятилетий. Моим собеседником был украинский политический аналитик, обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. Время свободы. Совет безопасности ООН провел вчера заседание по вопросу доставки гуманитарной помощи в сектор газа. Население которого находится сейчас в катастрофической ситуации. На этом заседании выступила координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в газе Сигарит Каг. Напомню, что принятая в декабре прошлого года резолюция Совета безопасности призывает к, цитата, «безопасной и беспрепятственной доставке крупномасштабной гуманитарной помощи, но не к немедленному прекращению огня в секторе газа». С подробностями вчерашнего заседания Совета безопасности ООН корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов. Главным на заседании Совета безопасности ООН был доклад специального координатора, старшего координатора ООН по гуманитарным вопросам в секторе газа Сигарит Каг. Она буквально неделю назад вернулась из сектора газа и обратилась к дипломатам с детальным подробным докладом и отчетом о том, что она смогла увидеть на месте. Конечно же, по ее словам, гуманитарная ситуация в секторе газа продолжает оставаться катастрофической. Она рассказывала о том, с какими сложностями приходится сталкиваться с сотрудниками ООН и других гуманитарных организаций, которые работают на месте, работают под обстрелами. Говорила о том состоянии, в котором находится мирное население сектора газа. И, кстати, в качестве положительного примера работы международных организаций и сотрудничества стран региона, она привела операцию, скажем так, по вакцинации детей в секторе газа. Я напомню, что несколько сотен тысяч детей были вакцинированы от полимелита. И этому содействовала и ООН, и Израиль, которая, разумеется, сделала возможным эту вакцинацию в том числе. Она привела это в качестве примера и говорила о том, что при наличии политической воли все-таки страны могут достигнуть согласия и добиться временного прекращения огня. Но нужно стремиться к прекращению огня постоянному на территории сектора газа. Говоря о тех страданиях и проблемах, с которыми сталкиваются жители сектора газа, она, конечно же, говорила о том, что необходимо освободить израильских заложников, которые продолжают оставаться в плену в секторе газа. По меньшей мере, 101 заложник по-прежнему удерживается в газе и им по-прежнему отказывают в гуманитарных визитах. Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. До тех пор, пока они содержатся под стражей в соответствии с международно-правовыми обязательствами, с ними необходимо обращаться гуманно и разрешить им получать помощь от Международного комитета Красного Креста. На карту поставлена суть нашей общей человечности. В газе погибло более 41 тысячи палестинцев и более 93 тысяч получили ранения. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, более 22 тысяч человек получили серьезные травмы. От 13 до 17 тысяч человек получили тяжелые травмы конечностей. Многие из пострадавших имеют более чем одно ранение. Инфраструктура здравоохранения, без того разрушенная, подверглась еще большему разрушению. Реагируя на доклад представителей и спецпосланника ООН в секторе газа, дипломаты, как и на прошлых заседаниях, посвященных сектору газа, разделились во мнениях. Представители стран Ближнего Востока, таких как Алжир, говорили о необходимости Израилю больше содействовать в работе гуманитарных организаций на территории сектора газа. Представители таких стран, как Великобритания, Франция, США, говорили о необходимости достижения перемирия уже в ближайшее время, обращаясь при этом и к Израилю, и к арабским лидерам, и к лидерам всего региона. Предлагаю послушать, что по этому поводу сказала сегодня представитель Соединенных Штатов Линда Томас-Гринфилд. Через три недели мы отметим грустную годовщину. Год с того момента, как Хамас совершил свою варварскую атаку 7 октября. Год с того момента, как 1200 граждан Израиля и других стран были убиты, и еще сотни были взяты заложниками и увезены в сектор газа, где многие из них содержатся до сих пор. Они должны быть немедленно возвращены в свои семьи. Год с того момента, как гражданское население сектора газа стало ощущать на себе последствия этого ужасного конфликта, который был спровоцирован Хамас. В интересах израильтян, палестинцев и граждан всех стран региона прекратить это опустошение путем достижения договоренности о прекращении огня. Можно сказать, что дипломаты сошли сегодня в одном. Необходимо как можно скорее достичь действительно соглашения о прекращении огня. А представитель Израиля в своем выступлении добавил то, что, в общем-то, дипломаты Израиля говорят на каждом заседании Совета безопасности, если бы Хамас выпустил заложников, то вопрос решился бы моментально. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Евгения Маслова. Вы слушаете «Время свободы». Московский городской суд приговорил сегодня к пяти годам колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию москвича Юрия Каховца, который в июле 2022 года во время уличного опроса радио «Свобода» на улицах Москвы заявил, что российское правительство бомбит торговые центры в Украине, а Россия причастна к убийству мирных жителей в Буче. Каховец был задержан в марте 2023 года, а в апреле 2024 суд приговорил его по этому делу к пяти годам принудительных работ с вычетом 10% заработной платы в пользу государства. Тогда в апреле Юрий Каховец, который пришел в суд с вещами, не рассчитывая, что приговор не будет связан с лишением свободы, благодарил судью и говорил, что не будет подавать апелляцию на приговор. А его адвокат Елена Шереметьева назвала приговор победой защиты, учитывая сегодняшнюю судебную практику в России. В принципе, решением я доволен, обжаловать я его не буду. Сумку я пойду разгребать сейчас обратно, потому что за тот час мне пришлось срочно готовиться к эвакуации. Вот так вот. Так что я очень доволен. Я рад, что наконец-то этот пыток жизненно закончился. В любом случае, жизнь продолжается. Мне 39 лет, у меня секрет. Позже обвинение обжаловало приговор Каховцу, как слишком мягкий. В ответ защита сама подала касационную жалобу. Сегодня Юрий Каховец пришел в суд без сумки, но приговор был ужесточен. Его самого взяли под стражу в зале суда. Как сообщает издание «Медиазона», Каховец в своем последнем слове говорил, что не знал о существовании статьи о фейках, про российскую армию. Ну а уже после суда Елена Шереметьева, рассказывая о намерении подать очередную апелляцию, говорила, что ее подзащитный был практически уверен, что приговор по его делу будет оставлен без изменений. Мы не согласны с апелляционным представлением, будем подавать конституционную жалобу. Считаем, что за те действия, за то интервью, за высказывание своего мнения, это чрезмерно суровое наказание, которое сегодня назначил Евген Анатольевич. Мы не рассчитывали на оправдательный приговор, но мы все-таки рассчитывали, что приговор останется без изменений. Конечно, мы могли предполагать, но все-таки надеялись на лучшее. И Юрий Анатольевич в том числе. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Студия подкастов «Радио Свобода» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова